привет я сегодня иду против всех устоев против идеи о том что нужно обязательно садиться в кадр когда ты на пике энергетическом я вообще не на пике только что-то играла концерт я очень устала поздно но я поняла что если я сегодня не запишу этот обзор то я не запишу его никогда а мне очень хочется поделиться потому что последний ну наверное может быть месяца два в целом это ну одно из самых ярких моих впечатлений это парфюмерная линейка дома ажмаль а джмал как у нас на так говорят мне нравится вариант ажмаль он более аутентичный учитывая арабское произношение линейка пьюрли ориент она достаточно известна в кругах нишевиков и затейников вот в этих вот странных коробках похоже что из дерева они все одинаковые и я имею ввиду коробки форм-фактор одинаковые потрясающие флаконы но я просто обожаю обожаю их а он что разбит что ли у меня нет пузырек воздуха то что про них говорите на просто подержать в руках понять у меня три варианта я не пробовал больше ничего из этой линейки у меня сантал ладан сандал ладан и пачули говорят что хорошие тонко говорят что хороший сэппром но я не пробовала и цены на них взлетели на сколько меня линейку сняли и я уже из жадности хотела бы схватить что-нибудь еще потому что мне очень нравится все те которые у меня есть но я думаю что это наверное чрезмерно в чем особенность линейки они все сидят плюс-минус на одной базе они сидят все на базе удовой и это очень-очень хороший уд этот уд как раз на той потрясающей грани между ванизмой как сказать это русский барьер и хлебная хлебная нота как пахнет как стойло животного как какой-то сарай не сарай но короче это он который он очень анималистичный но есть какая-то резиновость легкая но это не перекашивает в сторону техновенности он не вонючий он очень теплый он очень родной мне наверное это вот если говорить про линейки это наверное самые мои любимые удовые ароматы и все что я встречала я знаю много из линейки устарск все же я знаю включая кэми и илм и все прочие вещи то есть уже где уже аутентичные удов уже не придумаешь казалось бы но мне арабские вот здесь нравится гораздо больше началось мое погружение в эту прекрасную линейку благодаря саши душно на по-моему это не помнишь что мы писали вместе но саша вынул из рукава этот козырь и он меня очень впечатлил я бы наверное кожмалом не пошла сама у меня был хороший опыт с предыдущим все что я пробовал ну как бы не так что просто вот хотите покупать а это меня правда впечатлило и давайте с этого аромата и начнем потому что саша показал мне сандал в слепом за тесте мне он сначала показался слишком сладким слишком гурманским сейчас это не слушал абсолютно потом я услышал вслепую там сандал и как бы он был такой но второстепенный но то как я понимаю этот аромат сейчас спустя много месяцев носки очень активные носки но хотя бы для меня очень активно это когда типа два миллиметра от флакона убыло это время очень активно запой у меня с ним была связана история когда я пошла гулять щедро оросившись мне предстояло 15 минут пешком по прекрасному свежему летнему вечером у меня заболела собака внезапно и я оказалась в замкнута с ней в одном помещении на капельнице на несколько часов по моему очень долго мы лежали там часов пять наверное до глубокой ночи и я сидела в клубах этого аромата но я скажу вам я пожалел этих я не помню сколько и пшиков сделал думаю наверное я обычно делаю 1 2 может быть на спину 3 может на грудь 4 парочка на волосы 5 6 7 8 может быть на руки как-то так эти ароматы окей не эти там по поводу того чем я хочу сказать о 100 а громкости хотел сказать что умеренные но они не все умеют вот сандал очень умеренный он правда очень деликатный и в нем потрясающе то что он правда пахнет сандалом очень что мне в этих в этой линейке очень трогает в тех трех фигуранта которых я знаю они сделаны очень тепло и ровно в той мере выхолощенности рафинированности которые мне еще интересно то есть это не грубые ароматы которые призваны шокировать и это не эпатажные вонища типа например какие-нибудь бафорты или франческо бьянки это очень тонкая грань когда да это уже анималистично да это уже явно удова но это не становится экстра это не становится перебором я очень ценю этот удивительный баланс для меня просто идеальнее и в сандалии есть очень узнаваемый вот это удовая история эта база она немножечко резиновит но очень умеренно и когда раскрывается сандал когда-то на него добираешься он потрясающий он такой теплый он такой ненадуманный он такой не знаете как вот у меня очень часто бывает такой такой и от тома форда когда у меня ощущение что это духи созданы искусственным интеллектом здесь слышно что это делал живой человек с огромной любовью к этой ноте и как любовью с любовью к природе с любовью к почве к тверди к животным к материалам они очень природные они очень странные все три аромат которые есть у меня но самый более-менее понятный из них наверное все таки сандал и он правда при том что мне сначала показался гурманским и сладким сейчас ты не слышу абсолютно я слушаю как спокойный очень благородный дорогой удовый аромат с сандаловой базой они не друг другом не борются или как поет маниша кажется борятся я всегда хочу в эту секунду сжимать кулаки добила я не понимаю почему никто ни на каком этапе подготовки песни которые потом встала на аэровидении не сказал что спряжение это не то короче сандал с удом не борются друг с другом они себя хорошо чувствуют это абсолютно гармоничная связка обожаю потрясающий сандал очень рада что саша душно меня с ним познакомил и открыл мне вообще ворота вот во всю эту линейку сандал понятно он очень friendly он сделан довольно понятно не шокирующе как же я была удивлена когда ко мне пришел ладан ансанс а я его пыталась оседлать наверное месяц и как часто бывает у меня со самыми сложными ароматами которые я задалась цель во что бы то не стала обязательно полюбить это случилось но первый пшик я под меня перекосило я подумаю нет 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 он сейчас я нанесу сейчас я его переосознала совершенно иначе я люблю все его стадии включая первую но очевидно если вы попробуете этот аромат с нуля и без какой-либо подготовки вас может шокировать а что такое крышки до книга закрываются да вот так то есть этих можно держать вполне что он открывается каким-то ностальгическим фужерным таким в нем есть ностальгический фужерный дух но не ну не прямо savage но туда то есть он очень зеленый на старте очень свежий и очень как будто бы не современный то есть и мужской вот что важно но сейчас я обожаю все стадии развития этого аромата ладана ажмаль вот это горечь вот это очень мужественная его часть она быстро оседает в нем есть свежесть как будто бы немножко не мыло а как будто какой-то сок зеленый стеблей вот это начало ладана ксовского сказать я не слышу здесь вообще ни на каком этапе и не знаю какой тут ладно что и что они выдумывают какой ладно вы о чем говорите вот эта зелень это странная овощная история здесь есть кожа и она какая-то очень странный это супер странно сделанные вещи они непривычны для меня при том что мне казалось что мой профиль ильфактор довольно широкий я не имею никаких там ожиданий от арабской парфюмерии рама каких-то но здесь я была просто очень впечатлена есть что меня здесь чарует это вот зеленая овощная нота и кожа которая не копченая не это не пахнет кирзой это не пахнет зверем хотя читала в отзывах что кому-то пахнет кизяком кому-то пахнет овцой и совсем какими-то такими с крестьянскими вещами мне совсем не то я очень люблю и хотела бы здесь найти барашка но мне вообще нет для меня это свежая зеленая история с очень сложной удовой базы я хотел делать отдельный обзор на зеленые уды для меня это было очень было очень поляна непростая потому что как один из самых ярких зеленых удовых ароматов ds одессы дурга до сих пор он для меня просто такая диковинка потом есть зеленый уд который опус номер 7 муаш там тоже и лес и трава и стебли и прутики но при этом это уд и он но для восприятия сложный хотя семерку обожаю и вот этот приехал тоже такой же гражданин к ним семейства зеленые уды по-прежнему для меня эта связка сложна зеленый уд потому что у меня он должен быть сладкий он должен быть земной он должен быть животинистый медовый пожалуйста кожаный да там но зеленый у меня как-то это не монтируется здесь это монтируется идеально я его разносила его обожаю это простовато звучит я слушаю с руки это неправильно то есть конечно хочется шлейфе собственно купаться он очень интересный очень ну как бы вообще непонятный просто я упиралась ноздрями в него и ну до тех пор пока они такие хорошо хорошо нам нравится пожалуйста это теперь он нам правда очень нравится я могу им пшитнуться на ночь он очень интенсивный как раз про сандал хотела сказать что он умеренный и вся линейка умеренной нет ансанс ну прям прям огребешь но он то чем ты огребешь она очень очень интересная он как бы непостижим вообще для меня это база к которой они все приходят удовая она так хороша она просто ну короче он все сказала по поводу этого удом великолепен и 3 ко мне приехал гражданину как приехал я сама приехала короче это пачули я была удивлена прочитав по моему карина цако его это обычные пачули я когда его пшикнул у себя что я сейчас кстати повторю этот смертельный номер я вообще сначала в смысле пачули а где здесь пачули где пачули где дырочка то вот мне они сначала не показались но они показываются минут через пять то есть они на месте и не сильно долго нужно ждать пока они случатся но факт остается фактом кроме пачули здесь очень много всего если обильно нанести а только в такой дозировки для меня этот аромат полностью открыл свои мощности полностью свои все весь потенциал свой раскрыл именно при большом количестве пшиков сначала ты получаешь большой пуш прекрасного благородного горького шоколада при том что шоколадные пачули это очень специфический вид пачули и они чуть-чуть и могут свалиться в гурманское если их усилить коньячком если их усилить ванилью какой-нибудь корицей здесь этого нет здесь я слышу сухой горький шоколад но знаете ты шоколад который сорта блюд то есть он очень сухой не сладкий практически он хрупкий он вообще как бы большой большой вопрос десертный ли он просто потому что мы привыкли что шоколад это сладкий но я как человек который есть лишенный сахар вообще говоришь шоколад не сладкий что началось товарищи собаки а я договорю все равно и первое движение которое здесь происходит это как раз сухой горький шоколад при этом удовая тема сразу же слушна и микс мне здесь слышно еще лабданом он по моему не заявлен в пирамиде для меня микс лабданом пачули очень относит меня к неси а ну от парфан де марли и сравнивая два эти аромата в параллельном затесте потому что я не люблю когда у меня похожие ароматы есть коллекции я всегда стремлюсь что-то как бы лучше изгнать оставить то что я люблю и чтобы не оставалось вот этого ощущения аромата что он похож вот на того соседа с полки пусть он лучше будет один-единственный выбирая между ними я бы скорее склонилась к ажмалим ажмалевским пачулим потому что не сиан он сделан более празднично он сделан более тонко и мне не хватает грубости именно в этом аромате я очень люблю ароматы с сейчас я может быть мне удастся вот так вот в таком состоянии выловить какое-нибудь интересное слово и образ что мне важно почему я не люблю рафинированные бренды типа тома форда лютанса гирлена никола и мы сегодня с ты моим другом парфюмерным разговаривали об этом о том что есть бренды которые для чистеньких я их называю бреты для чистеньких я не такой человек я не белая рубашечная я не нарядная я люблю ароматы в которых есть давай 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 сейчас 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 я услышу что что как это сказать наверное из самого пошлого и очевидного блока что здесь это ароматы с яйцами но это странный странный подход яйца прикручивать к идее что вот это настоящие трушны это вот яйца и это что-то мужественно это не так конечно меня гораздо больше того о чем я говорю не в яйцах а наоборот в женской энергии который женщина которая работает на земле женщина которая работает с простыми энергиями казалось бы сажает доит режет придет что там еще крестьянские работы какие то есть во мне это всегда пробуждает это во мне очень это я очень с этим резонируем и в этих ароматах это есть и вот удовая база она именно вот этой поддержкой служит здесь пачули лабдану либо что-то другое какая-то другая тема которая мне относится не сиану они сиан не относят к кувертюре мужской вот в этих ароматах которые не нажимали эта связка она более благородная здесь она сделана грязнее но нет она сделана более трушна на сделано более сермяжно и это очень красиво и это что пачули лабданом сами по себе очень ноты как будто бы поэтичные такие но тут вступает вот и он тип грубым голосом пацаны чего сидим и это очень интересно вот это тут пришел ко мне мне сразу хорошей вот его можно в один день услышать как сладкий его можно в один день услышать как кожаный а потом снова нет и не знаю чего это зависит зависит от настройки olfactor не от погоды нет влажности нет чего короче я дичайший фан этих вещей я знаю что людям нравится ветивер тонко шафран насколько я понимаю анималистичные и еще знаете что я недавно видел на вторичке кашми углы и говорят что он похож на 5 опус и что он ирисовый не знаю не скажу что я люблю ирисы очень интересно попробовать я рискую скатиться здесь накопительство и очень очень стараюсь этого не сделать но мне дико нравится флаконы с этими тяжелыми крышками блин это так хорошо сделано также что они подорожали но вместе с тем они правильно подорожали потому что ты смотришь убожество какой-нибудь в убогом флаконе с очень средней композиции но зато бренд крафтовый и у нас всего лишь 200 флаконов и поэтому будем стоить 40 тысяч потому что мы делаемся далекой стране руками и мы супер мега лакшери вип select и вообще не для всех тут как бы арабы но ты берешь в руки ты думаешь мать честная это толстое стекло это с таким вкусом сделано посмотрите ну что я но я что врать буду а зелененький тут не очень видно вечернем свете на этот зеленый этот более темный сантал более красновато темные пачули чуть более в мед светлый уходит я обожаю эти флаконы короче очень сильно рекомендую если у нас с вами совпадают вкусы если вы любите ароматы немного грубо грубоватые чуть более приближенные к природе чем выхолощенный люкс с абсолютно нишевым звучанием они звучат вообще никак конвенционально то есть это все три просто ну сантал сантал из них самые более менее понятны но они все три тем не менее абсолютно с большой долей творчества с большой долей смелости возможно для арабов это привычен для меня это очень странно я очень люблю вот не хочу лопаться от восторга но вот уже лопнулась практически обожаю мои котики короче кто чё еще носит если мне что-то надо так и пишите татьяна сергеевна вам вот еще неплохо бы разжиться этим шафраном например я склоняю что скорее всего шафраны я флаконю если увижу на вторичке стараюсь не покупать новые флаконы такая вот у меня странная то есть покупаю но не новые все я пошел отдыхать сегодня с вами была моя любимая глаксиния глаша вот все мы на заслуженный отдых пока